Ничего не считаю. Это обыкновенная жизнь. И то от того, как кто-то там крутанул этот рычажок, или как горит у нас газ в этих вот факелах, которые делают люди, ничего от этого не меняется. Я считаю, что это так же примерно, как, знаете, если идет свадьба, и вдруг во время свадьбы кто-то уронил официант, который тоже является частью праздника. В данном случае я просто аналогию провожу. И, конечно, человек, который несет факел, важный человек, знаменатель. Это важно, что он несет его. Но то, что он погас, мне кажется, это не важно. Так же примерно, как в случае, когда идет свадебный процесс, кто-то уронил тарелку. Все, значит, у нас жизнь не состоится семейная. Семейная жизнь, она не из этого состоит. Она состоит из того, что люди любят друг друга и хотят вместе прожить долго и счастливо. Здесь мы хотим провести, ну, государство хочет принести Олимпиаду. И это, наверное, даже вторая часть. Первая часть гораздо более важная. Это то, что есть люди, которые к этой Олимпиаде готовились. Четыре года. Четыре года мучительно. Каждый день жили этим и хотят показать себя на этой Олимпиаде. То, что у одного человека или там у двух, у трех, сколько там, они четыре раза он гас уже на сегодняшний день, да? На протяжении огромного расстояния там случилась какая-то техническая неисправность. Ерунда это все. Мне кажется. А то, что народ, конечно, зацепился и давай это дело распиаривать. Ну, ничего не поделаешь. Такие люди. Кстати, вот этот вот замечательный человек, который нес этот огонь, я считаю, что даже хорошо, что у него погас, именно у него погас этот факел, потому что люди хотя бы про него узнали. И хотя бы поняли, кто он такой и почему он нес этот факел. А некоторые мудаки в сетях начали сразу писать, что непонятно какой-то чинуша, вот видно, что типа еле бежит, даже не разобравшись ситуации. Поэтому, слава богу, что он у него потух, люди узнали, что это за человек, узнали о всех его подвигах и как он достойнейшим образом живет на этой земле.